Маленькие кошечки. Таким размером хочется их забрать домой. Вот такой хочешь? Что там Мартин говорит? Что такое? Давай еще. Да ты мой сладкий. Ты какой разговорчивый кот у меня. А еще? Чего ты просишь? Ума. Моя Ума. Моя Ума. Да, моя кошка. Что там у тебя Мартин разговорился? Да, и ты разговорилась. Отвечаешь ему? Ну попу конечно погладить, конечно. Ой, довольная. Крутится. Давай я тебя открою. Анита, сейчас он у тебя зайдет. Это в принципе они расставались на час. Я к ней еду утром раскидывала. Ну может на полтора. Да? Так все, надо гулять с Пумой. Ну Артюк, ты в тенячке? Красавица мой. Девочек пока к нему не запускала. Пусть они остаются в своих во всех вольерах. Потом уже к Мартину будут ходить в гости периодически. Дала ему плотный мячик. Что-то там залипает. Ну-па. Умка прям грозная защитница. Даже Ханна не настолько. Ну что, потом посмотрим какая будет реакция, когда будет наоборот. Пум будет в вольере, а кто-нибудь из них будет гулять. Ну она мячик предлагает. Говорит, ну давайте жить дружно. Строгие, да, девки, Пум? Что, они хотят играть? Вот Мартин, кто не так агрессирует. Он пытается хотя бы с Ханной пока. Сейчас Умку потом... О, а Ханна пытается бодаться. Видите? Ханна уже более-менее к нему спокойнее. Попыталась боднуть. А вот Умка попыталась люли дать. Ласковая Луна. Такая маленькая по сравнению с Пумой. Такая мини-киска, прям как домашняя уже в сравнении с ним. А раньше такими большими казались. Кошка. Какие у меня дикие рыси. Это шутка. Чертая девочка. Такая девочка. Какая девочка. Какая она больше всех залипает назад. Поменяют? Все еще продолжаете линеть? Обрастать девочкой. Казать. Какая девочка. Какие маленькие кошечки. Таким размером прям и хочется их забрать домой, сказать, да ладно, вы такие маленькие, что вы? Кто смотрит канал с самого начала, знает одну из самых любимых игрушек Мартин. Я туда положила траву, чтобы ему было поинтереснее, посмотрим, до сих пор ли он любит разные бутылочки, или его стресс к этому прошла. Хочешь игрушку? Мартин, мячик. Хочешь? А бутылочку? Мой, ты мой сладкий малыш. Хороший мальчик. Хочешь бутылочку? Или ругаться будешь? Тебе там нужно отойти, я тебе закину бутылочку. Вот такую хочешь? Интересно? Ну тогда отходи, я тебе закину. Иди сюда. Иди в перегон. А ты хочешь? На Маньку ругаетесь, что? Сейчас Мартин в перегоночку зайдет. Сейчас, а перегонку. Вот. Да, да, да. Смотри, игрушка, что ты ругаешься? Я тебе игрушку закинула. М? Посмотри, сзади тебя игрушечку. Вот, больше ругался. Больше ругался. Ну? Я сейчас на тракте положила, чтобы она еще шуршала. Так, конечно, можно чем-нибудь еще придумать, засунуть. Крышечки от других бутылок тоже подойдут немного. Но пока что так ему сделала. Я не видела, что Маркин так долго играл. Он уже сдулся, он бы интерес потерял. А все-таки бутылочка попрощнее и мне интересно. Я вчера что-нибудь придумала, например, шарики. Продаются для кошек всякие маленькие. Туда засунуть, посмотрим, как он будет играть. Тебя, между прочим, Мартин, больше с позурицем. Покажи Мартину, покажи Мартину. Кто с Мартиной? Вот такой довольно красивый. Наверное, им, конечно, нравится в бутылках именно вот это шуршание. В данном случае я просто еще не купила шарики для кошек. Вот так, я думаю, шарик вот внутри там бубенчики, такой туда запихну и можно ему дать. Может, игрушку, ну попробую только поменьше пробовать, двухлитровую дать. Хотя вот такая ему вполне нравится и размерчик его не смущает. А так, если еще будет сменить, то вообще классно будет. Пусть мальчик порадуется. Пум, на самом деле, ну быстро довольно-таки уже расправляется с такой бутылкой. Кусочки ее разбирает. Посмотрим, как Мартин. Девочкам приготовлен специальный подарок из Германии. Я им дам мячик специальный. Потом можно попробовать Мартина дать после девочек уже. Потому что их всего два, и я, конечно, хочу помнить второй девочкам. Ну, а потом после девочек уже Мартину дам. Просто от Мартина вряд ли что-то целое уйдет, а от девочек очень большая вероятность. У них даже волейбольный мячик, собственно, был. Все время живой, пока Мартин к ним не зашел и не проткнул его. Такой гордый кот. Ума! Красавица моя. Ну, это что значит освоились кошки, они уже днем, ночью всегда гуляют, сюда подходят к вольеру, когда ходишь. Сейчас чувство будет на меня ругаться, почему моя пума мало теперь показывает. То рыси мало, то пума мало. Мартин пока что игнорирует туалет в виде машины. Когда я захотела не убираться, он как-то, ну, мало там чего было. Девочки получше. И девочки еще некоторые места выбрали просто углы и уходят туда и закапывают. А Мартин почему-то, как видите, не закапывает. С одной стороны удобнее находиться, с другой стороны странно, что кот не пытается ничего за собой закопать. Вольер он уже пометил. Запах такой определенный присутствует только у вольера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова